Если ты иностранец, ты врач, и ты хочешь работать в Панаме, тебе нужно 5 лет, когда ты получаешь национальность. Так, Хуан, расскажите первый вопрос. Где вы обучались, какое образование получили, и когда это было? Хорошо. Очень приятно. Спасибо за интервью. Я приехал в Москву в 1965 году и закончил в 1971 году. Я получил образование врач Университета Дружбы и Народов имени Патриция Нумуми. Потом я приехал в Панаме. Я работал 2 года в больнице Санто-Томас и потом в Сан-Тиаго. И дальше я делал специально на Ухагорланус, в Хоспитале Санто-Томас. И потом я приехал работать в Сан-Тиаго. У меня есть 43 года. Работаю в городе Сан-Тиаго. У меня есть жена и 3 сына. Один мальчик и 2 девушки. И 7... 7 внуков. Внуков, 7 внуков. А сейчас я пенсионер, но я еще работаю. Как считаете, образование, которое вы получили в СССР, оно вам помогло в жизни? Очень много. И потом я думаю, это было хорошее для меня, потому что я очень... У нас не было экономической ситуации, не должно быть для того, чтобы я был врачом. И когда мне сказали, Фуан, ты поедешь в Россию? Я говорю, хорошо. По обмену, да? В России вы, когда обучились, вы потом практику проходили? Ну, в СССР? Да. Сколько лет? Один год. Один год я... Я закончил в 71-м, а один год в 72-м году... 72-м я сделал один год практику. И потом я вернулся в Фаном. Я понял. Сегодняшний день вы принимаете дома или у вас клиника какая-то есть? Да, у меня есть. Я принимаю дома. У меня нет... И здесь... У меня есть... У меня есть... Мое... Клиник. хирургии на нос, на ухо, на горло, потому что это где мне преподавали на эту область. Центров к вам много обращаются? Да, это потому что этот город небольшой, но я вижу из провинции, которые приезжают сюда, потому что это специально не очень много в моей стране, потому что все большие врачи отоларинголог работают в Панаме. Это редкая специальность в Панаме отоларинголог, или их много врачей таких? Немного, по-моему не более 100. К вам обращаются сейчас, вы оперируете, операции делаете или нет? Да, я делаю операцию и вы знаете, у нас была пандемия, больницы закрыли, не оперировали. Но сейчас, когда у нас нет пандемии, я делаю немножко, немножко операции, немножко. В России были давно? Я был, когда был бундиал, бундиал футбол. Чемпионат мира по футболу? Да, сильно-сильно очень менялось, очень-очень много. Хорошую сторону или как? Хорошую, хорошую сторону, да. Встретили там знакомых, с кем учились? Нет, 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 не встретили. Я был в университете, где они работают, но я познакомился с другими товарищами. Я хочу, конечно, знать, где мои однокашники. Однокашники. Ага. Но это очень трудно, потому что не знаю, я не знаю, где живут. Телефоны тоже не знают. Телефоны. Потому что это много лет. Понял. В Сантьяго много вообще клиник, больниц? Да. Сколько? У нас есть два больницы. Государственные, да? И три частные. И очень много клиник, где есть маленькие пространства. Не маленькие, но где работают. Потому что Сантьяго – это центральный город. И к нам приедут, приедут другие пациенты, которые… Потому что это ближе, это ближе. Ну, между Давидом и между Панамой вы находитесь? Да, да, да. А тут есть платная скорая помощь? Есть, конечно. Много компаний или одна? Одна компания. Наша компания предлагает медицинскую помощь в Панаме и Латинской Мире. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и других странах. А также осуществляем лечение за рубежом для иностранных граждан. Одним из наших главных реалитетов является здравоохранение для наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной медицинской помощи, которая известна своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши клиенты могут быть уверены, что получат профессиональную зарубежную медицинскую помощь, осуществляемую опытными медработчиками. Что такое Росмедицина и чем она занимается? Это скорая медицинская помощь за границей, экстренная госпитализация неходячих больных, медицинская эвакуация пострадавших вертолетов, санитарная транспортировка на роде, а также медицинский туризм, консультация врачей и лечение различных заболеваний. В дополнение – роды за границей и оформление гражданства для детей. Почему стоит обратиться в Росмедицину? Потому что наша клиника более 10 лет на рынке медицинских услуг лицензирована и сертифицирована. Мы организуем встречу в аэропорту на машине скорой помощи либо автомобильной реанимации. В сопровождении психологам, владеющим на трех языках – английский, испанский и русский. Имеются проверенные действующие травматологи – хирурги с опытом реконструктивных операций. Более трех тысяч довольных государственных учреждений и производственных предприятий. Заключение договора с клиникой Росмедицина дает гражданину возврат 13%. Возможность получения 10% скидки на авиабилеты в Латинскую Америку. Если вы путешествуете или работаете за рубежом и нуждаетесь в медицинской помощи, наши дектора готовы организовать срочное лечение за рубежом. Требуется медицинская помощь высшему классу. Ссылки в контакте в описании под этим видео. В Сантьяго все лечатся в Сантьяго или кто-то едет в Панаму на операцию? Да. Ну, 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 ну. И здесь делают самое важное. А другой компликет, который нужны… Сложные операции. Сложные операции, но едут в Панаму. Потому что там есть… Это больше… Больше врачей. Больше врачей. И лучшие клиники. Хорошие… Оборудование. Оборудование. Ага. Но здесь делаем только очень нужно. Если я… Например, у меня это… Рак. Я посылаю в Панаму. А как считаете, медицина в Панаме, она сильно развита, вот если сравнить с Россией? Да, очень. Сильно развита. Сильно развита, да. Потому что, когда мы были, это всё бесплатно. Там, где СССР. Ага. Но в Панаме это капиталистическое общество. Сколько в среднем получает врач вообще? В Панаме, в Панама-Сити, в Сантьяго? Ага. Ага. Ну, вот. Врачи, которые работают… Работают государственные, получают хорошую зарплату. Это от и до? Две тысячи долларов и больше. Две тысячи. Ну, у нас есть категорический уровень. Ну, категория. Категория, да. Вы, например, начинаете четыре категории и три года, третий, три года два и три года первой категории. Это самый, самый финальный. И вы получаете две, три тысячи. Две тысячи, три тысячи долларов в месяц. В месяц. Ага. А если вы работаете в частной области… В частной клинике. Это для пациента, потому что надо платить. Например, если ты врач-кардиолог, и у тебя есть много людей, ты будешь получить больше, много. Но врачи в Панаме думают, что нужно работать в государственной области. И потом работают в частной области. Например, утром работают в государственной области, и вечером работают в частной области. И получают очень много. И вы видите, как я живу. Вы видите, что это для того, чтобы моя жена, она работала в лаборатории. Жена тоже медицинский работник. Но она уже пенсионер. Да, но до этого работала в лаборатории. Ага. Это работа в лаборатории. Я врач. Мои сыны работают... Это три врачи. Три. Один — оториноларинголог, как я. Сын — это генеральный директор клиники. Ага. И другая — это психиатр. Психиатр. Ага. Думаю, что это всегда все... Мы говорим, что мы мало получаем от государственных областей. Мы мало. Мне нужно больше. Потому что общество, где мы живем, это очень высокое. Высокое общество. Высокое общество. Эта зарплата была 350 лет назад. Все изменилось. Например, образование моих детей — это очень много зарплат, много денег. И все. Общество это изменилось много-много. А вы не думали свою клинику открыть? У вас дети, врачи, жена, лаборант, вы врач. Да, да. Думали? Думали. Но сейчас мы думаем об этом. Мы хотели открыть клиник в Панаме. И... А где я не буду работать? Потому что я... У меня 77 лет. И я думаю, что я не... Я делаю немножко не как раньше. Но будете консультантом. И консультантом. И стать. Да, да. Правильно. Это... Это самое важное. И... И... Они нужны работать. Для того, чтобы получить... Для того, чтобы жить. Понимаете? Вы не можете стать дома. Да. И... Потому что... Вы не должны работать. Тяжело устроиться врачу на работу? Или нужно какие-то документы, показания? Ага, ага. Будет. У нас есть... Закон. Например, когда я закончу... Закончу... Факульт... Факультет... Медицинский факультет. Я должен... Я сказал... Я сказал... Два года. Один год в столице. И другой... Другой... Другой год... Провинции. Провинции. Когда вы сделаете это... Вы получаете... Когда будете работать... Если... Частный образ или государственный образ. Вы не можете сделать... Если вы не... Не давали этот... Экзамен. Это... Сертификат. Сертификат, да. Когда у тебя есть... Ты можешь... Можешь сделать... Специальность... Или... Если ты... Если ты хочешь... Ты можешь работать... В твою клинику... Частную клинику... Или... Или государственную. Ну... Специальность же надо... Подтверждать... Если человек... Закончил... Медицинский университет... В другой стране... Приезжает в Панаму... Он должен... Подтвердить... Сдать экзамены... И сколько это лет... Еще должно пройти... Нужно делать... Так... Что я сказал... Нужно... Два года... Если... Например... Он... Приехал США... И он... Нейрохирург... Нейрохирург... Но это... Не значит... Что он будет работать... Как... Нейрохирург... Нет... Должно сделать... Два года... Чтобы получить... Сертификат... Потом... Он... Может работать... Как... Нейрохирург... В другой области... Если... Частность... Или государство... Понятно? Да... Это... Все... Если ты... Иностранцы... Ты врач... И ты хочешь работать... В Панаме... Тебе нужно... Пять лет... Когда... Когда ты... И... Получаешь... Национальность... Начало... Потому что... Мы... В Панаме... Не работают... Иностранцы... Без национальности... На работу не возьмут... Ну... Невозможно... Ясно... То есть... У вас... Мигранты... Не работают... Врачами... Нет... Если... Государство... Э... 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 Это... 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 Люди... Например... Другие страны... Куба... Венезуэла... А... Вы... Нужны... Э... Если... Государство... Э... 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 потому что если 62 потому что когда у тебя 62 года у тебя будет 60 процент вашей пенсии 5 хороший последний год последние пять лет до пенсии и и последний зарплату понимаете 10 процентов 60 процентов от этой зарплаты значит и последние пять лет получали больше на 40 процентов 30 процентов 30 процентов но меня получили у нас есть си и если тебя 40 процентов или все 2500 вы получаете 60 процентов ваши последние 5 лет зарплату хорошо а как вообще клиники себя здесь рекламируют то есть они в интернете рекламу отдают на радио на телевидении как клинику частную можно узнать на радио радио работа на радио и с можно найти рекламу справочник а здесь здесь все здесь рекламируется клинике так а хорошо кайна завица справочник а по поводу вот таких сложных операций которые вы делали по своему опыту расскажите что за что за операция да 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 я вы вы знаете я уха горло носа я работал и сделает амигали миндаль 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 я сделает много удаляли курс на на нос я сделал и у меня и специально на нос да это это пластический 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 например например надо надо оперировать две нос но искривление носовой перегородки правильно либо допустим у нос горбинка это это область тоже это 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 сейчас в латинской америке и деле много и ризики оперативно нос много много и имеют и несколько метод и для этого разные методы и тоже например и львов или это это ария все а вы какие методы использовали вот самые сложные которые по вашему опыту нос это очень трудно оперировать и с и через лет вы сделали как оперировать только 80 процентов не 100 процентов а 80 80 процентов попаданий что это сделают хорошо 20 плохо да а с ушами какие-то операции были вас это например это когда очень много это сделать туда а это пластик а пластик а но но я не делал и слуховые трубы если не сделал потому что я не у меня нет интернатур образования а я люблю это это хирургия я люблю а с горлом какие-то были операции миндалина а сколько вот в среднем будет стоить опираться на из правление но нос кривой чтобы исправить скривление носовой перегородки сколько операция стоит много я не понял а сколько это стоит деньгах сколько долларов но если государственный это бесплатно 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 да а если не если сейчас не но от и до 2000 и 3000 2 а 2 до 3000 еще еще больше еще можно и 10 заплатить например в колумбии в колумбии 6000 то есть в колумбии лечения дороже чем панами да очень много из колумбии все едут в панаму плечи санам и едут то есть чтобы лечиться хорошо из колумбии едут в панаму или нет потому что они другой уровень чем нас да они уровне очень высокий высокий чем то есть там медицина выше чем по нами или нет как считаете медицина в колумбии того чем сейчас и страдают страдает потому что не все получают лечение и и говорят то что пациенты умер и где он приезжает и умирает на на дверь а он не получает это лечение а как потому что у него нет денег понятно а как получить бесплатное лечение вот иностранцы вот я да иностранец я могу получить бесплатное лечение или нет нет мне нужно быть местным если если ты платит ваши страховка ты не платит ничего а мне позволяет а если ты не платит у тебя будет дешевле будет нисколько но нужно еще платить платить налоги не очень он не очень много очень много а если я имею корнет седу я имею но я не плачу мне бесплатное лечение положено или нет если у тебя карнет есть если есть то положено я могу бесплатно обратиться в государственную поликлинику на и мне окажут медицинскую помощь они не откажут и скажут что сейчас у нас проблем сейчас у нас есть много людей людей пациенты нужны оперы оперировать но у них хирургическом сале нет анестезия и не это препаратов и мы говорим сумму например 5000 нет потому и у нас есть это называется мороз и много людей которые не могут оперировать потому что государство не дают такие формы для того чтобы они и делали этапы и можете рекомендовать ну и страдают а вообще в панаме много русскоговорящих врачей много русскоговорящих врачей кто по-русски на сегодняшний день из панамы отправляют люди едут учиться в россии но если не как раньше не как раньше а сейчас у нас называется и фару это институт или сделает для других университет но человек нужно платить ничего понял по обмену сейчас сейчас после после переворота 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 в ссср если ты хочешь учиться в россии ты много платить но 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 если сейчас сравнивать вот сейчас россии но если сейчас сравнивать образование в россии и в панаме какой лучше на наше время лучше в россии в россии в россии в россии в россии хорошо какую клинику больницу рекомендуете куда стоит обращаться куда лучше не заходить если нужна медицинская помощь есть такие плохие больницы плохие поликлиники если по нами на столице там есть четыре четыре больницы и частные больницы 4 но это патия панама это предельно панама клиник панама клиник и панама исты и пасифика и и сан фернандо она же государственная нет это в частные частные а вот остальные государственные как выбрать какая хорошая какая нехорошая методом пробы вы найдете это это вопрос потому что все врачи хочет работать но если у него у них нет мотивации чтобы работать это это не дают квалификации я я могу я могу где-то хороший врач но если у меня нет что работа у меня не это например все это не дает хорошие квалификации а почему выбрали сантьяго в панама же большой город и остались она работала и лаборатории а я я начать работать я из испанами но к вместе поехали бы в панаму вы я не думал так не думали ну я сделаю и умирясь руб более 40 43 года более когда я кончил это второй год я работал как врач и потом я сделала врач общепрактики я понял но это 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 вы говорите это интересно потому что много коллег не хотят ехать в провинции они любят спарам солицы много как создать такие условия в панаме чтобы медицина в панаме стало лучше что нужно сделать надо работать кому-то кому работать и государство государство надо работать но благодаря чтобы что в идее и делает и делает чтобы больше студенты закончили но и и по и потом дали работу но проблема с персоналом или проблема с медицинским оборудованием система система с медицинским оборудованием тоже проблема то есть по сути нужно финансы выделять и на образование и на оборудование и а как вы считаете правительство президент заботиться об медицине в стране нет нет я потому что они думают не думают народ думаю про народ не думают проданы думают про деньги как всегда думаю думаю по это где много люди которые да много а какие проблемы в медицине ну три проблемы которые вы видите озвучьте чтобы вы изменили и потому нет не все могут получить хорошие хорошие лечения и все это первый не не все потому что здесь и будут получать они все потому что дорогое лечение нет потому что государство не имеет область для того чтобы дать ему лечение это именно в сантьяго или в панаме это уже вообще в контуре то есть не могут дать всем бесплатное лечение качественное то есть нужно выделять квоту а квоту дают не всем да это бесплатное такое дорогое лечение у них нужно платить страховку но это не очень большой а если частный это очень много и это это дорого я думаю что мы нужны это сделать чтобы все получили получили сами потому что первые 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 это 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 импорта это и муж на нужно важно для того чтобы не будет другие осложнение болезнь например туберкулез у нас есть туберкулез и во всем мире это туберкулез нет а остальные два какие две проблемы оборудования это очень плохое оборудование здесь это очень дорогое дорогое потому что этот приедут приедут из сша и другие страны капиталистические в общем дорогое оборудование и не все клиники обеспечены дорогим оборудованием Правильно? Не все. Хорошо. А третье? А третье? Врачи. Мы нужны врачи. Нужны. А у нас немного. Мало врачей? Мало. Образованных врачей? Если он закончил университет медицинской факультеты, у него нет работы. Потому что нет, что платить ему. Это не может быть. Мы нужны больше и больше врачи. А как считаете, на сегодняшний день образование в Панаме, оно лучшее образование в России или оно одинаковое? Я сделал три года специальности. Сейчас. Это 43 года тому назад. А сейчас семь, пять лет нужно образование. На специальности. Специальности. И другие семь лет. Семь. Я сделал три года. Три года. Сейчас четыре. И пять. Еще больше будет. Хотят больше. Потому что говорят, что это очень много времени. Это очень много времени. И очень трудно сделать. Потому что мы нужны врачи, которые работают в городе. Не в городе, а в других. Ну, в других населенных. Область населенных. Это не нужно. Нет, нужно специально. Это правильно. Это хорошо. Но больше нужно это. Мы назвали медиков. Врачей генерал. Который знает все. Что порекомендуете, пожелаете пациентам, чтобы они не болели? Вы знаете, это капиталистическое общество. И всегда будет разница. Нужно сделать сменение на общество, чтобы будет сделать для того, чтобы все получили образование. И медицинские лечения.